Здравствуйте, дорогие друзья! По понедельникам мы, как обычно, отвечаем на ваши вопросы, которые вы присылаете нам на портал воткинс.нет либо каким-то другим образом доносите до нашей редакции. Сегодня на вопросы будет отвечать начальник пожарного надзора города Воткинска, Воткинского и Шарканского районов Евгений Михайлович Сидоров. Здравствуйте, Евгений Михайлович. Здравствуйте, Александр. Второй раз вы принимаете участие в нашей программе. К сожалению, статистика пожаров неумолима. Каждый год они происходят. Не бывало такого, чтобы они не происходили годами. Но, тем не менее, перейдем к вопросам. Вопрос номер один. Человек с никнеймом «Глаз народа». Что делать с соседями, которые заваливают входы и выходы к подъездам своей старой мебелью? Довольно часто наблюдаемая картина. Сам видел. Все это может привести, к сожалению, в случае пожара затруднить эвакуацию в первую очередь. Также затруднит какие-то проведения спасательных работ нашими формированиями. Ну и, соответственно, увеличит скорость распространения пожара. И в настоящее время в наших правилах противопожарного режима четко прописано, что запрещается складировать мебель, горючие материалы в подъездах, леечных клетках. И, соответственно, если вы видите, что жители вашего многоквартирного дома там игнорируют ваши замечания, что не убирают свою старую мебель, вы просто в первую очередь обращаетесь в управляющую компанию вашего дома, чтобы они обновили порядок на местах общего пользования, так как все-таки в первую очередь несут ответственность за это они. Если управляющая компания бездействует или не справляется, тогда вы обращаетесь с письменным заявлением к нам в отдел. Ну и мы, соответственно, будем принимать меры административного воздействия в отношении управляющей компании, в первую очередь за бездействие, а также в отношении виновного лица, который устроил данное складирование. Вопрос номер два. Жители некоторых частных домов устраивают свалки рядом со своим домом. Можно ли их как-то привлечь к ответственности? Перекликается немножко с первым опросом. Свалки возле частных домов. Для города Воткинска это является огромной проблемой, так как жители нашего города просто безалаберно устраивают свалки рядом со своими многоквартирными домами. Если у них скапливается большое количество мусора, они отвозят его в укромные городские места. Тоже такие случаи выявляем. Самое обидное, даже выявили такие случаи, когда по соседству с детскими садами устраивают свалки. Где культура нашего населения? Просто на самом деле, когда такие случаи выявляются, встает просто обидно за те, что люди не думают о соседях, которые подвергаются вот этому безобразию. И что мы со своей стороны делаем в настоящее время? Мы организовали комиссионные выезды с участием пожарный надзор, с участием администрации, участвуют экологические патрули, также общественные учреждения во всем этом движении. При выявлении данных несанкционированных свалок, если эта территория муниципальна, соответственно, муниципалитет принимает меры по ликвидации свалок, если эта территория какая-либо частная, то мы возбуждаем административное расследование, даем определенный срок в отношении виновников, частников, чтобы они устранили эти свалки. И, соответственно, если меры никакие не принимаются, то мы со своей стороны будем принимать административные меры воздействия. Штрафы в настоящее время варьируются до 4000 рублей, то есть если частник, если лицо устраняет в ближайшее время данные свалки, то он обходится предупреждением, если нет, то обходится штрафом в размере до 4000 рублей. Так, третий и пятый вопрос перекликаются, поэтому мы зададим одновременно оба. Немного непонятно, когда еде можно жарить шашлыки на природе? Уточните, пожалуйста. И пятый вопрос. Законно ли сжигать собранный мусор на городской территории? Иногда нечем было дышать на улице. Да, на самом деле вопрос очень актуальный. Нам постоянно звонят, постоянно спрашивают, можно, нельзя, как правильно установить мангал. Здесь я хочу пояснить, что с 15 мая на территории нашей Удмуртской республики введен особый противопожарный режим, который запрещает разведение костров на территории лесов всей республики. То есть никаких мангалов, никаких открытых горений. Допускается в разведение, приготовление в мангалах и в специально оборудованных местах. Но, к сожалению, у нас специально оборудованных мест ни на территории города, ни на территории района нет. Поэтому давайте не будем путаться, пока действует особый противопожарный режим, а он будет действовать до тех пор, пока у нас будет держаться сухая устойчивая погода. Еще раз повторяю, введен полный запрет на разведение костров. Поэтому никаких мангалов, никаких костров не должно быть на территории лесов. Все, что касается территорий частных домовладений, территории СНТ, здесь также введен особый противопожарный режим, он введен главами муниципальных поселений. Объединим 4 и 6 вопросы, также они примерно на одну тему. Могу ли я как-то лично убедиться, что здание или торговый центр является надежным с точки зрения пожарной безопасности? А то в свете недавних событий в Кемерово стало страшно за себя и за близких. И шестой вопрос, как раз последствия этого самого события. Что показала проверка торговых центров нашего города? Закроют ли какие-нибудь из них? После трагического пожара, произошедшего не так давно в городе Кемерово, государственным пожарнадзором и прокуратурой проведены проверки объекта с массовым пребыванием людей. На территории города также нами проверены основные массовые заведения. Здесь хотелось бы отметить, что замечаний было выявлено огромное количество практически во всех заведениях. После проведенных проверок большинство объектов уже приведены, пусть скажем, не в полном объеме, но уже в наиболее безопасном состоянии. Общей фразой получается так, что объектов, которые несут угрозу жизни, на сегодняшний день у нас нет. Тот объект, который был направлен на временное при становлении деятельности, он уже практически полностью приведен в соответствие. Там также большинство замечаний, которые наиболее значимы, они по информации, представленной от руководителя объекта, после проверок, они уже устранены. Седьмой вопрос. Какие меры безопасности будут приняты после пожара в магазине, где задняя стена загорелась из-за горящего мусора в баке на прошлой неделе буквально случилось? 15 мая текущего года в центральном районе нашего города произошел непростой пожар, который заставил стрепенуться опять же всех жителей нашего города, кто проживает в центральном районе. У нас произошло возгорание одного из торговых центров. Причиной возгорания послужило складирование горючей тары в заднем дворе торгового центра. Что касается принимаемых мер, с нашей стороны мы будем привлекать к административной ответственности лицо, виновное в складировании данных горючих материалов в заднем дворе торгового центра. Соответственно, привлекать еще и собственника объекта, так как в ходе тушения также были выявлены замечания по пожарной безопасности в самом здании. Данное замечание мы тоже учтем, то есть будет дан определенный период времени, чтобы данный объект полностью привели в соответствие требования пожарной безопасности. Спасибо, Евгений Михайлович, за развернутые ответы. Это была программа с ответами на ваши вопросы. Всего доброго вам. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»